Демонизация Либо Которые, как мы думаем, у него были, но их не оказалось То есть, по сути, разочарование Либо Тех казис, которых нет у нас Мы ненавидим других то, чего нет у нас Либо, наоборот, то, что у нас есть, но то, что мы себе не принимаем Например, если мы, допустим, ленивые сами И мы не принимаем себя ленивыми То есть, мы не принимаем свою лень Мы ленимся, мы прокрастинируем, но не принимаем себя до конца Такими вот, какими мы есть То мы, с большей долей вероятности, будем ненавидеть других людей За то, что у них есть эта самая лень Просто потому, что она является отражением того, что есть у нас самих И тогда можно говорить о том, что ненависть к человеку Это, по сути дела, проекция наших собственных противоречий, наших собственных страхов и так далее Ну, например, вы пишите Полгода назад мы расстались с молодым человеком и через некоторое время он стал встречаться с ней Значит, судя по тому, что вы ее ненавидите Вы со своим молодым человеком, ну, возможно, до конца не расставались То есть, у вас самой изначально не было намерения расстаться с молодым человеком совсем Скорее всего, вы рассчитывали с молодым человеком лишь на какое-то время Прекратить, например, общение Скорее всего, вы рассчитывали с молодым человеком лишь на какое-то время Перестать взаимодействовать, чтобы, может быть, ну, его чему-то научить, его проучить Или, может быть, просто, чтобы, там, например, может быть, подумать Что-то для себя понять и так далее Но, в любом случае, ситуация повернулась так Что молодой человек, по сути дела, вам изменил С вашей точки зрения То есть, на самом деле, это, конечно, не так Но, с вашей точки зрения, он вам, скорее всего, изменил И вот здесь Здесь-то и кроется самый основной момент Как вы воспринимаете эту девушку Как вы ее видите Как вы ее официализируете И как вы рассматриваете связь своего молодого человека с ней То есть, что для вас означает связь с ней И ненавидите вы ее, скорее всего Потому что он, ваш молодой человек Предпочел ее в период, когда вы не были вместе То есть, вы интуитивно думаете, что у нее вот есть какие-то качества Ну, может быть, которых нет у вас И из-за этого вы ее ненавидите Соответственно, нам, соответственно, с этим нужно разобрать Какие у вас противоречия есть И всегда надо напомнить, что ненавидите вы не человек А его образ Образ создается вашими собственными психическими средствами И эти психические средства Равно как желание, как страхи, как сомнения Как сравнивание себя с другими, как проекции Средообразуют образ Как идеализированный, так и демонизированный И, соответственно, чтобы избавиться от ненависти Нужно понять, что для вас стало причиной И средством создания у Создание такого образа этого человека Вы говорите, что пару месяцев назад мы снова сошлись Через какое-то время я узнал эту девочку Как узнали, каковы были обстоятельства Узнавания Я понимаю, что она ничего плохого не сделала Парни, она меня не уводила Но, как только я начинаю думать о ней Меня охватывает безумное чувство ненависти Что-то эта девочка вас нарушит Какую-то установку, причем фундаментальную Вас задела, либо возбудила у вас страх Гадя сбавится нехорошее чувство Да и слишком много чести для нее Ну, вот здесь, пожалуй, отчасти кроется Ключик к пониманию того, откуда ненависть Вы пытаетесь ее принизить Вы пытаетесь ее принизить И понимаете, что она была важной Для вашего молодого человека И из-за того, что вы пытаетесь ее принизить То есть обесценить И у вас это не получается сделать Вы ее ненавидите Соответственно, нужно перестать обесценивать человека И менять отношения в первую очередь к себе Во вторую очередь к вашим отношениям С молодым человеком В третью очередь к самому молодому человеку И только в четвертую очередь Уже к ней самой Если потребуется, то с помощью психолога На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались Пишите в личку Буду рад помочь Если понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи Продолжение следует... Продолжение следует...